доброе утречка я надеюсь вы узнаете прекрасный мановкат речку мановката вот сейчас я уже в турции и кораблики такие смотрите тут стоят буду сейчас готовить себе такой минимальный завтрак вот кстати едет еще один кораблик кораблики кстати вот в алании нет такого здесь конечно прикольно это чистая вода в речке с горы и вот поэтому такая мановкатская река вот у нас очень хорошая погода уже с утра сейчас наверно часов 10 утра у нас уже градуса 34 вот поэтому очень много буду делать завтрак sunset beach пицца диджей играет у нас красиво я вообще очень сильно обожаю такой лимонад тропикана вот такая большая бутылка он очень вкусно девочки если вы будете в турции для это себе купить обожаю его пить прям держу в холодильник очень люблю очень вкусная вещь если вы тоже любите такие какие-нибудь лимонники и штучки то обязательно купите обещала вам показывать всякие турецкие штучки турецкую косметику которая классная вот есть такая турецкая косметика называется профессионал рейлист я не знаю турецкая это или нет но она пытается в турции стоит слишком бюджетно не так дорого как виктория секрет и очень приятный у нее аромат это мага экзотик то есть это можно использовать и на тело тезак такой очень удобный и на лицо сейчас вот посмотрю здесь четырнадцать четыреста точнее миллилитров вот по-моему это турецкое производство да это производство турции вот тут все есть очень приятный такой лосьончик а я взяла с собой свою новую серию victoria secret pink очень такая прикольная она я ее взяла из-за маленького формата это тревел версии поскольку я летела с маленьким чемоданом то вот я взяла такой маленький спрей 75 миллилитров маленький лосьончик для тела очень удобно не нужно сдавать багаж то есть такой формат очень классный и на маленькое количество времени вам этого обязательно хватит сейчас раннее утро так сильно парит это моноградский мост еще очень сильно парит давайте сейчас сядем сяду сюда на балкончик и вам покажу косметики вот моя косметика первое наверное что покажу это будут кисточки кисточки взяла вот такую одну для тонального крема она очень плотно наносит тональный крем очень хорошо это кисточка сайта за пол красивущая кисточка она у меня для нанесения бронзера дальше кисточка вот такая для консилера и две кисточки для нанесения теней одна плоская такая морякеевская плоская кисточка и вот эта большая растушевочная вот в принципе больше никакие мне кисти не нужны вот все что так скажем надо все есть больше мне ничего с собой не надо ну наверное начнем с разбора моей косметички первое что я взяла это белевский консилер пользуюсь им только вечером когда иду в ресторан покушать на ужин консилер был нормальный хороший дальше буржуа тоналка healthy mix serum поскольку моего любимого healthy mix обычного у меня сейчас нет поэтому я взяла серым неплохо увлажняет кожу на гелевой основе идет мне в принципе нравится у меня оттенок пятьдесят третий он такой немножко загорелый загорелую кожу вот мне сейчас вообще просто отлично дальше продукт для бровей который я использую fix color от марки ревуи постоянно им пользуюсь у меня тонну первые вот брови у меня сейчас окрашены поэтому не особо не нужно ничего хайлайтер marie luminizer дальше пудра шанель она у меня в оттенке 25 и это серия вот этих пудр которые очень сухие сами по себе я долго не знала применение этому продукту и все-таки его нашла девочки это мой сейчас любимый бронзер вот посмотрите как я уже израсходовала потому что я постоянно им контурирую свое лицо очень классно мне очень нравится без шиммера без всего очень классная вещь так что в качестве бронзера просто отлично блеск victoria secret sherry bomb красненький блеск victoria secret розовый это candy baby я в основном пользуюсь здесь марковой помадой чуть попозже вам покажу дальше взяла с собой у меня тут увлажняющий крем лежит сразу вместе с косметикой с утра я потому что крашусь на балконе вот vitex aqua active очень кстати классный spf 15 поэтому вот я его использую здесь на жаре никакую не засели ничего здесь на жаре не использую только вот такой вот vitex увлажняющий классный на стене у меня вот такая маленькая палетка которая практически кстати сейчас не пользуюсь 646 почему не пользуюсь потому что почти не крашусь вот ресницы у меня нарощены поэтому почти макияж глаз не делаю очень красивая палетка матовая вся потрясающе красивые оттенки консилеры вот такой взяла если вдруг какие-то высыпания будут но пока я не пользуюсь пока не нужно и взяла кучу карандашей а кстати вот еще одна кисточка у меня нашла взяла карандаш лилуи 0 9 красивый карандаш для глаз ланкомовский черный на всякий случай тоже пока не пользуюсь я пока вообще очень легкий макияж делаю и потом когда брови стерутся взяла карандаш и кэссенс миниатюрку духов взяла поскольку большие банки нельзя было брать у меня только кабин сайз с собой поэтому маленький такой вот мерхеевские духи сейчас уже их нету маленькую упаковочку все пункты больше ничего нет все вам в принципе показала еще осталась матовая помада но матовая помада она у меня в упражной сумке пока я с вами тут болтала показывала косметику уже у меня закипел чайник нужно делать кофе кофе делаю вот такой вот турецкой баночки прикольненькая баночка с турецкой надписью на турецком и такие баночки в принципе везде продаются их можно заказать и на алиэкспресс они продаются у нас в Беларуси они продаются и в Турции везде на каждом шабу люди делают здесь латте смузи, коктейли, молоко все что угодно просто крутая баночка стеклянная с трубочкой многоразовой вот и вот просто сюда заливаю баночку баночка кстати очень удобная очень симпатичная удобно брать с собой направляюсь везде так что присмотритесь к таким баночкам и буду еще кушать на завтрак вот такие булочки я еще их вчера покупала очень вкусные есть такая вот пекарня не знаю, тут как бы не видно потому что уже тексин здесь вот желтое написано тексин это пекарня кафе там булочки пирожные все что угодно вот она находится в Манавгате вот здесь такие две булочки у меня вот видите тексин вот находится в Манавгате так что вот обращайте внимание тексин очень хорошая такая пекарня и буду еще кофе вот открывать такое новое варенье видите запечатанное харадат это вот видите вот эти ягоды у нас в Беларуси тоже такие росли когда раньше у меня была фазерта у дедушки дедушка их называл шелковица мы их так все называли вот поэтому ну вот у нас это ягода называется шелковица такая вот ягодка должно быть вкусное варенье еще в Турции очень популярны вот такие вот из прополиса витамины стоят они 29 турецких лир это где-то долларов 9 примерно на наши денюжки это фирма БАЛЕН их можно в принципе купить в маркетах в аптеках они есть здесь вот такие капсулы с прополисом то есть если вы болеете или в принципе постоянно их понимать очень-очень будет полезно вот не знаю почему кстати среди турков это очень популярно хотя у них очень много меда натурального есть не знаю почему популярно наверное здесь просто большое содержание прополиса поэтому вот популярнее ну кстати очень хорошая вещь потому что немногие любят мед кушать а так получается покушал витаминки и вот как бы оздоровился немножко сейчас ты на заправках вы тоже можете встретить вот такие вот бутылочки это фирма знаменитая улудак фрути это у меня с челек челек это клубника это в общем такой вот напиток прозрачного цвета с клубничкой но они есть разные вот эти улудак фрути они есть с апельсином с вишней там разные разные они очень часто продаются на заправках в принципе в других маркетах И, в общем-то, очень многие их покупают. Но будьте осторожны, потому что если вы поедете с турфирмой, турфирма вас будет везти в отеле, где-то остановит на заправке, вы пойдете покупать, то вас будут обманывать. Такие бутылочки, они примерно стоят 1 доллар, 1,5 доллара максимум. На заправках за них требуют 4 доллара, 5 долларов, то есть очень много. То есть, там, не знаю, 3 доллара девочки настолько не стоят. То есть, это очень дешевая маленькая бутылочка, маленькая водичка, вкусненькая. Поэтому никогда не переплачивайте. Вот очень любят они с туристами, знаете, как-то на туристах сделать этот навар. Поэтому либо ничего не покупайте, когда у вас автобус останавливается, вас там высаживают в туалет, так скажем, да, либо торгуйтесь. Торговаться, кстати, тоже можно везде в маркетах, если вдруг что-то не знаете. Да, можно торговаться именно вот в этих маркетах, когда останавливаются на заправке для того, чтобы вы вышли в туалет и так далее, да, типа остановка. Вот когда из Инталии везут там в Сиде, в Аланию, в Кемер куда-нибудь. Так что будьте осторожны, чтобы вас не обманули. Потому что однажды меня так хотели обмануть. Я эту воду всегда покупаю за 1,5 доллара максимум, за 2 доллара. И однажды, в общем, на заправку тоже остановили. Я подхожу, говорю, сколько типа стоит. Я причем даже сразу взяла, пошла на кассу. Мне на кассе говорят, типа там 4 доллара, что-то такое. Я говорю, что, прикалывайте себе, я в магазине ее покупаю за доллар. Вот такой, ну ладно, типа давай полтора, типа, ну вот за полтора купила. Так что да, вот так вот. Ну, вот эта щелек такая, в принципе, обычная. Не могу сказать, что какая-то супер. Вот, ну, тоже такая интересная, легенькая, очень приятная. У меня даже в Турции такое зачетное постельное белье с принцессками. Вот, такое красивое-красивое. В общем, у меня такой красивенный дикерчик. Видите, он прям такой жемчужный. Вот, попиваю свой кофе, кофе елочек свой. Вот, вкусняшный, такая вот красивая наворотка. С цветулечками. Кстати, я же вам еще не показывала свой новый маникюрчик. Такой вот маникюрчик. Сделала я более короткие ногти. Вот, ну вы знаете, девочки, все-таки я подумала, что миндальная форма не моя. Поэтому вернусь в Минск и буду переделывать на нормальные ногти. Вот, все-таки не мое, все-таки не хочу, не мое. Хотя, знаете, очень огромный плюс есть в этом, во всем. В том, что вот эта форма, то есть ногти меньше как-то ломаются, ничего как-то с ними не происходит. Вот, потому что они такие, вот видите, уже заостренные. Ну, это мои ногти, я их вот не наращивала, ничего. Это мои ногти обычные, вот. Поэтому просто, ну, я поняла, что не моя форма. Поэтому придется делать стандартные, как всегда я ногти делала. Вот, потому что мне самой некомфортно, не мое, в общем, вот. Как-то, не знаю, может быть, если бы я подлиннее этот раз опять сделала, как в прошлый раз, то да. Но этот раз, видите, сделала коротенькие. И как-то, мне кажется, некрасиво смотрится, не ассоциируется вообще абсолютно со мной. Такой дизайн, это такие стразы, сваровские, такие голографические. Они такие синие, зеленые какие-то, видите, как русалочи какие-то. А педикюрчик, кстати, очень красивый получился. Правда, уже отрос, две недели назад делала. Вот, но пока держится. Вот, не знаю, сколько еще продержится. Очень, видите, красивый такой голографический цвет. То есть это втирка, жемчужная втирка на белый цвет. Тоже смотрится, знаете, как ракушки. Очень красиво. Мало кто сейчас делает, кстати, втирку. Вот, но смотрится очень потрясающе красиво. Мне втирка именно на белом цвете очень нравится, на розовом. Как-то смотрится потрясающе. Да.